От массового спорта к высшим достижениям в ЕГЭ. На еженедельном совещании главы района были затронуты сразу несколько ключевых тем. Заместитель руководителя администрации Виталий Савилов доложил о ходе развития спортивного парка отдыха имени Героя России Ларисы Лазутиной. Ложероллерная трасса постепенно превращается в полноценный спортивный комплекс. С рекреационными зонами, раздевалками, прокатом спортинвентаря и теперь уже летним кафе. К санитарной очистке леса занимаются сразу несколько компаний, набирает обороты буккроссинг. Желающих поделиться книгами становится все больше и это, по мнению Виталия Савилова, прекрасный повод, чтобы открыть в парке отдыха зал библиотеки. По будням в 11.00 на лужайке парка для всех желающих зарядка, по вечерам пилатес, фитнес, скандинавская ходьба. Любимая всеми Лазутенко станет местом встреч известных спортсменов, таких как Елена Виальби. Штаб-квартира Лазутина, где у нее будет возможность встречаться с олимпийскими чемпионами. Она уже поговорила о свяльбе, которая после 18-го числа приедет к нам для того, чтобы обсуждать сетку соревнований, которые могли бы профессиональные спортсмены здесь проводить на нашей трассе. Лето – пора оздоровительной кампании. В этом году свыше 22 тысяч школьников Одинцовского района задействованы в муниципальной программе. Руководитель администрации Татьяна Одинцова вместе с представителями различных ведомств на минувшей неделе проинспектировала 8 детских лагерей на предмет безопасности. Андрей Иванов предложил делать подобные проверки не реже одного раза в две недели и подчеркнул, что необходимо увеличивать квоту на детский отдых. Плюс ко всему наши силовики, в частности пожарная наша служба Одинцовского района, в эти дни проводят Дни пожарной безопасности. Это очень приятно, что дети в течение с 1 по 14 июня проходят обучение День пожарной безопасности. Поэтому дети работают очень интересно и увлекательно. О ходе строительства Зареченской средней общеобразовательной школы доложила начальник управления образования Ольга Ляпистова. На объекте выполнены 98% работ. Открытым остается вопрос предметного оснащения кабинетов. Текущая тема – экзамены учеников 9 и 11 классов. Итоговая тестация проходит по всей строгости с видеонаблюдением и наблюдателями от общественности. ГИА сдают свыше 2500 девятиклассников, ЕГЭ – 1640 выпускников. Уже есть 12 стобальных результатов. Остались три резервных дня, которые смогут сдать экзамены выпускники, которые по уважительным причинам не явились на основной экзамен или получили неудовлетворительную оценку. Свыше 130 миллионов рублей планируется вложить в ремонтные работы амбулатории Горки-10, детской поликлиники на улице Говорова-Воденцова, в педиатрическом отделении ЦРБ на бульваре Любы Новоселовой и стационаре наркодиспансера на Можайском шоссе. Ремонт необходим и противотуберкулезному диспансеру, амбулатории Лесного городка, Грибовскому ФАПу и Голицынской поликлиники. На детскую больницу предусмотрена государственная программа, у нас в области 140 миллионов для открытия на территории детской больницы клиника диагностического центра для детей окружного. То есть мы отказались от 220 миллионов в расчете на то, что надеемся выйти на строительную площадку посредством детской больницы. В третье воскресенье июня медицинские работники Одинцовского района отметят свой профессиональный праздник. Торжественное мероприятие обещает быть семейным, а не отчетным событием. На праздник приглашены не только профессионалы от здравоохранения, но и члены их семей. Мария Подгипольская, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.